Всем привет, ребята, и добро пожаловать на мой канал. Это уже наша традиционная ежегодная рубрика Back to School, где я показываю всю канцелярию, которую я купила на будущий учебный год. Ну и да, давайте начинать. В этом году я буду показывать товары не по категориям, а по магазинам, потому что я закупилась сразу в нескольких местах. И давайте начнем с самого основного, это Office Mac. И да, если кто не знает, я перехожу в 11 класс, уже очень много где это говорила, но о таком событии нельзя молчать. Вот мои предметные тетрадки. Я на самом деле очень рада, что смогла найти вариант, где 36 листов, потому что обычно 48, и на большинство предметов, как биология, химия, география и тому подобное, мы никогда не списываем всю тетрадку. Но при этом 18 листовый мне бы тоже не хватило, знаете, такое что-то среднее, и легче будет носить, и не будет оставаться лишнего. В общем, надеюсь, что это будет прям идеально. У них, правда, такая мягкая обложка, но за их сцену я вообще закрываю на это глаза. Вот такая вот у меня физика, география, немножко унылая информатика, химия, биология, английский язык, общество знания, история. Еще две одинаковые геометрии. Моему большому сожалению розовых тетрадок с надписью «Алгебра», которые я вам показывала в видеообзоре офисмака, там уже не было. Но на самом деле у меня в школе уже с 10 класса нет такого разделения на алгебру и на геометрию. Оценки у нас в журнале ставятся просто чисто как математика. И поэтому я купила дополнительные общие тетради на математику. Первая тетрадка безумно милая, тот же принт сзади. Из этой же серии еще голубенькая, они понравились мне с первого взгляда. Еще в одной серии я купила целых 5 тетрадок. Эта тетрадка у меня, конечно, уже на 48 листов. И вообще по большей части тетрадками это все, я не знаю каким образом, но в прошлом году я купила столько тонких тетрадей, что у меня в буквальном смысле осталось два огроменных пакетов с тонкими тетрадями. У меня здесь самые простые от Эри Краус, я их показываю вам в прошлогоднем видео. Теперь давайте двигаться к следующему магазину, это Ашан. В котором я вчера ставила свой штатив, когда снимала видео там. В Ашане я в основном закупилась по ручкам, искала такие более-менее эстетичные, но недорогие варианты. Пила две вот такие ручки розовые-голубые. Дальше у нас идет трио. У таких ручек тонкая паста, и почему-то со временем она становится очень темной. И в конце концов начинает как-то немножко размазываться. Из-за этого просто как ручки они мне не очень нравятся. Как бы нормально, но в основном я купила их из-за внешнего вида, а что-то более практичное для меня выглядит вот так. Здесь мне уже нравится, как они пишут. Они толстые, они не будут смазываться. И по карандашам я не перестаю покупать механические. Ну и как вы думаете, какой я купила? Чем-то он мне напоминает какую-то волшебную палочку от принцессы. На деле же это просто механический карандаш. Но про запас решила купить и такой. Не забываю показать вам ластик. Вы бы знали, как долго я там стояла и выбирала цвет ластика за 27 рублей. Реально, минут через пять раздумий я все-таки взяла фиолетовый. В общем, у меня канцелярия обычно всегда в пастельных нежных цветах. И чтобы чуть-чуть хотя бы ее разнообразить, я еще в Ашане купила две 48-листовые тетрадки в ядерных классных цветах. Фиолетовая в клетку. И точно такая же оранжевая. Со Ашаном тоже все. Последние два товара я вам покажу из магазина Дом книги. Я вот буквально недавно вернулась с магазина. И только-только я купила новую линейку за 17 рублей. И товар, который не на 100% относится к школе, это ежедневник. Просто очень хочу с вами поделиться. Я сто раз пыталась начать его вести. Но у меня всегда были такие, которые не расчерчены по неделям. Поэтому, когда я просто записывала дату, дела, у меня в глаза как-то не выстраивалась картина недели. И было непонятно и вообще для меня бесполезно. Но вот тут же на одной странице поместились все дни и еще куча места для заметок. Меня привлек еще его формат, то, что он очень тонкий, маленький, не занимает кучи места. И стоил всего лишь 200 рублей. У меня жарко стало, пока я снимала. На этом было все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, какая у вас канцелярия, что вам понравилось из моей. В этом году мне нравятся абсолютно все эти срази, которые я купила. И даже не могу выделить фавориты, если честно. Ну а с вами была ваша Антуняшка. И всем пока-пока.